Нет прибора лучше глаз человека, говорят лесники. Диспетчер видит лес вокруг на много километров благодаря камере, расположенной на 200-метровой вышке. Отсюда столб дыма видно сразу. Сценарий учения максимально реалистичен, так что журналисты едва успевают за пожарными, а кому-то даже удается вскочить в пожарную машину. Лесники говорят, в отличие, скажем, от Красноярской тайги почти все алтайские леса легкодоступны. До очага возгорания около 17 километров. Мы прибываем на место меньше, чем за 20 минут. Хотя по нормативам объяснили нам оптимальный срок – 3 часа. Очаг опахивают, чтобы не пустить огонь дальше, и гасят, пока не исчезнут последние лепестки пламени. Пожарная машина вмещает около 3 тонн воды. Обычно этого хватает, чтобы погасить небольшой очаг. Вместе с большой машиной работает малый комплекс. По сути, та же пожарка, но на базе обычного УАЗа. Хватает самое малое на 45 минут емкости. Если работать не в полную мощь, то там практически за час время выходит. То есть такая маленькая емкость, на такое время хватает. По иронии, доступность алтайских лесов не только помогает тушению, но и способствует появлению пожаров. Лесники говорят, большая часть возгораний происходит по вине человека. Сезон ягод, грибов, его никто не отменял. То есть люди едут, и по разным причинам даже от пустой бутылки, от стеклянной может произойти возгорание. Впрочем, природа тоже старается. Вторым после человека бичом лесов являются так называемые грозобои, сухие грозы. Особенно в сухом сосновом лесу зверь крайне коварный. Бывает так, что после сухой грозы он тлеет, притаившись дней 5, а то и 10, и лишь потом разгорается в полную силу. Учения, по оценке самих пожарных, удались, но ясно, что расслабляться рано. Нынешнее сухое лето превратило леса в настоящую пороховую бочку. И она время от времени дает о себе знать. С апреля в крае произошло уже почти 300 пожаров. Это в два раза больше, чем в это же время в прошлом году. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.